Недавно в городе и в наших ближайших поселках жители активно начали обсуждать грядущее объединение больниц Азбеста, Ревтинского и Малышева. Как это зачастую бывает в подобных ситуациях, эта информация породила много слухов, домыслов и легенд. Поэтому мы решили получить официальный комментарий главного врача городской больницы Азбеста Игоря Брагина. Все новое, хорошо забытое, старое. А из этой оперы я хочу сказать, что в ближайшее время к нам будут присоединены Ревтинские и Малышевские больницы. Единственное, что будет изменено, это название. Никаких изменений в медицинских структурах этих больниц сделано не будет. Если будут, то только в хорошую сторону. Какие отделения работали, так и останутся работать. Будет изменена только подчиненность этих больниц. Они будут подчиняться межмуниципальному центру напрямую. Напомню, что мы с 2011 года работаем как межмуниципальный центр. И мы оказываем медицинскую помощь не только жителям Азбеста, не только близким территориям Ревтинских и Малышевых, но и Белоярка, Сухой Лог, Богданович, Камышлов и Заречный. Поэтому наш школьный фонд рассчитан именно на это количество людей, которые проживают в данных населенных пунктах. Больницы, естественно, со своим фундаментом, что с Ревтинского, с Малышева, не переедут в город Азбест. Они останутся на территории тех муниципальных образований. Более того, и жителям Ревтинского, и жителям Малышева будут определенные плюсы. Первый, самый большой плюс – это лабораторная база Азбеста. Ведь у нас спектр проводимых исследований несоизмеримо больше с тем, что делается в Ревтинске и Малышево. Раз это будет одна больница, мы и жителям Ревта, и Малышева будем проводить те же самые лабораторные исследования. И в этой части не надо будет бежать в частную лабораторию, а обратиться к себе же в поселке, в городском округе Малышево, в городском округе Ревтинске свою больницу и провести исследования необходимые. Отметим, что присоединение больниц к межмуниципальному центру Азбеста не единственное в нашем регионе. В других городах также проходят такие объединения. Это скорее связано с реформированием управления в нашей медицине. Хочется все-таки сказать и подчеркнуть особо, никакая больница, никакой ФАП закрыты не будут.